27 января в зале, где прошла встреча специалистов Центра офтальмохирургии «Святозар» с жителями города, не было свободных мест. Прежде чем я расскажу про глоукому, я попытаюсь вам ответить еще не на заданные вопросы, потому что опыт нашей работы позволяет нам суммировать те непонятности, которые всегда есть у наших пациентов, и которые всегда задают к нам у нас на приеме. Не случайно это мероприятие, организованное в рамках нового проекта Общественной палаты по профилактике здоровья «Спроси доктора», стало первым. Работа врачей клиники «Святозар» давно пользуется заслуженным признанием. Сегодня мы встречаемся по вопросам органов зрения. Мы стараемся найти специалистов классных, скажем так, по тем или иным направлениям. Вот сейчас это работает Центр офтальмохирургии «Святозар», потому что там очень хорошие специалисты. Два крупных специалиста сегодня пришли из этой клиники, и мы знаем, в принципе, что они очень грамотные, и люди их знают. Поэтому вот сейчас так. Собравшиеся на встречу не только узнали о проводимых в клинике «Святозар» диагностики лечения катаракты, глоукомы, заболеваний сетчатки глаза, но и смогли получить от врачей ответы на волнующие вопросы. Нам очень понравилось. У нас есть совместный план работы со «Святозаром», и мы уже не первый год проходим профилактический осмотр, там глубокий профилактический осмотр. И когда наши члены кто-то нуждался в операциях, им предлагали. Там есть такое направление, когда и по квотам, и по льготам делают. Поэтому мы очень благодарны этому центру. Встречи, подобные этой, становятся возможными, поскольку руководство центра «Святозар» осознает важность и актуальность участия клиники в различных социально ориентированных программах. Директор нашего центра Димакова Елена Георгиевна является руководителем центра по профилактике здоровья «Здоровая семья XXI века». Эти встречи очень важны для нас и для жителей нашего округа. Мы всегда открыты этим встречам. Мы всегда рады видеть жителей наших в нашем центре и на совместных мероприятиях. Вы спросили о важности таких встреч. Безусловно, важно, потому что примерно 50% времени, которое мы уделяем нашим пациентам на диагностике, это разъяснение сути его проблемы и объяснение того, что мы планируем делать и как это будет происходить. Поэтому, вспоминая формулу, что лечить надо не болезненный человек, и в этом плане основное, что должен доктор установить, психологический контакт с пациентом, мы тратим столько времени на объяснение сути его проблемы, на то, как это все будет происходить безболезненно, что делать после операции и так далее. Поэтому, если мы встречаемся с аудиторией, где это можно тиражировать информацию не на одного человека, на пациента, а сразу на многих, то это всегда идет на пользу. Елена Георгиева, Ярослав Акимцев. День города.